Всем привет, меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас продолжение свотчей и сегодня мы потихонечку переходим к хайлайтерам. Говоря про хайлайтеры, скорее всего опять-таки будет два видео по сухим текстурам и одно видео по кремам. Потому что скорее всего не влезут все сухие текстуры в одно видео. Хочу отметить, что опять-таки у нас будет с вами разбиение и разделение по подгруппам. Начнем мы с вами с более холодных оттенков, которые на мой взгляд чем-то схожи. И потом будем потихонечку переходить к оттенкам потеплее. В рамках второго видео у нас с вами будут золотые хайлайтеры и цветные хайлайтеры. В частности розовые, как и больше у меня розовых хайлайтеров. Ну что, давайте начинать и давайте начинать именно с холодных оттенков, которые прямо на какой-то такой легкой сероватой базе. Хотя исключение скорее будет лавера, здесь все-таки есть небольшой желтоватый оттенок. Но мы все-таки возьмем его в эту подгруппу. Начинаем. Начнем, конечно же, с чего-то белорусского, в частности с белор дизайн. Почему бы не? У меня контурная палетка номер один и здесь очень безбожно серый холодный хайлайтер. Говоря про эти хайлайтеры, я не раз говорила, что они мне нравятся и не раз объясняла почему. Они прям пудровые, в них ярко выраженная база, которая всегда заметна. Только если вы очень откровенно вот такая белесая беленькая девочка, эти базы, вернее вот этот в частности оттенок будет на вас незаметен. Как только у вас есть стеклинка, этот продукт будет выглядеть как какое-то серое пятно. То есть можно нанести немножко, тогда будет смотреться лучше, но как бы такое себе. Я знаю, что многим эти хайлайтеры нравятся, но на мой взгляд у белор дизайн есть гораздо круче хайлайтеры. Это голливуд, а вот эти хайлайтеры они прям супер пудровые. Итак, у меня палетка в оттенке 0,1. То есть это самый первый вариант палетки. Следующий продукт это бренд Vitex и также палетка номер один. У них есть еще вторая палетка, не уверена, что мы ее увидим сегодня, хотя возможно увидим сегодня, но чуточку попозже. Она будет чуть более теплой и хайлайтер там тоже будет чуть более теплым. В случае палетки 0,1 это очень холодный хайлайтер. Хочу сразу же тоже предупредить, что здесь такая же ситуация, как с белор дизайн. Здесь ярко выраженная база и это именно пудровый продукт, который дает и базу, и легкие налеты, прекрасно подчеркивает текстуру. Это прям морозный такой оттенок, если вы прям супер белоснежка, вот эти оттенки для вас. Если как только у вас появляется тепло, вы забываете про эти оттенки, особенно на какой-то пудровой основе. Слишком они видны, слишком дают вот это вот сероватое пятно, когда вы смотрите прямо и когда начинаете поворачиваться и отворачиваться. В принципе это заметно и это не выглядит как часть вашего лица. Вообще оттенок, ну я не фанат такого, просто потому что найти таких светлых девочек, это еще стоит постараться. Сам по себе хайлайтер по качеству мне тоже особо не нравится. В принципе это белор дизайн, исключительно потому что они пудровые, исключительно потому что их слишком сильно видно. Переходим к бренду Catrice. Начнем с вами с хайлайтера, который вышел в 2021 году. Это именно рождественская коллекция и это вот прям хороший такой холодный хайлайтер с небольшим содержанием каких-то золотисто-шелтоватых частиц. Но здесь ярко выраженная холодная база, как у белор дизайн и витекс. Поэтому этот вариант только для обладательниц холодного, хорошего такого холодного подтона, при том очень-очень светленьких, вернее для очень-очень светленьких девочек. Здесь абсолютно такие же проблемы, как у белор дизайна и у витекс. Яркая насыщенная база и пудра, пудра, которая видна. Далее у нас с вами будет палетка хайлайтеров от бренда Catrice, как вы понимаете. И здесь есть абсолютно различные оттенки. Мне не очень сильно нравится эта палетка, да и в принципе коллекция была прям не супер вау. Она была посвящена принцессам диснеемским. И как-то практически все продукты были ни о чем. Палетки теней были тоже, вот прям ни о чем. Хайлайтеры пудровые, с ярко выраженной базой. Очень сильно видно на лице и очень сильно подчеркивает текстуру. Говоря еще про пудровые хайлайтеры, это та же проблема, вернее, здесь есть еще одна проблема. Они сильно подчеркивают текстуру, при том мягко говоря, очень сильно, потому что они яркие. Да, клево, когда хайлайтеры яркие, но честно сказать, не клево, когда он подчеркивает сильно текстуру. Палетка от бренда Physician Formula. Здесь также есть у нас с вами два хайлайтера, но мы на данный момент посвящим только один. Палетка с запахом, при том ярко насыщенным запахом. Из плюсов. Очень мягкий помол и куча дополнительных интересных блестящих частиц. То есть первые четыре хайлайтера были гораздо проще, если честно, чем Physician Formula. Очень мягкий помол, очень приятно набрать. Палетка пахнет. Сразу же предупреждаю. И это касается всех продуктов от Physician Formula. Есть нюансы. Здесь также есть база. То есть этот продукт будет заметен на лице. Не так сильно, конечно, как предыдущие. И у него, вернее, в этом хайлайтере есть отдельные частицы, как я уже сказала. И сравнивая с предыдущими оттенками, этот хайлайтер будет просто интереснее смотреться на лице. Ила Вера оттенок 02. Здесь есть легкая желтинка, но тем не менее база сама по себе светлая. Это именно натуральная косметика. Это во-первых, а во-вторых, это минеральная косметика. То есть здесь нет талика. При этом я хочу предупредить относительно всей, в принципе, натуральной косметики. Это не всегда касается минеральной, но натуральной очень-очень часто. Почти всегда они добавляют масла в свою косметику. А различные эфирные масла являются аллергенами, а при этом достаточно сильными. Поэтому будьте аккуратны с натуральной и терророминеральной косметикой. Если вы не аллергик, как бы проблем у вас не будет. Но если у вас есть какая-то реакция на масло, вернее масло, то проверяйте. Так, делаем сводчик. Продукт мягкий по помолу, хорошо тоже переносится. Есть легкая база, и она, в принципе, заметна. Если вы обратите внимание на все хайлайтеры, сводчики, которых я сделала, то здесь есть три оттенка, которые содержат немножечко желтинки. Это La Vera, это Catrice и это Belor Design. Все остальные, они чуть более такие серовато, прям прохладные. Теперь давай к нашей безумно холодной коллекции хайлайтер, который, в принципе, будет выглядеть нормально на всех оттенках кожи, просто потому, что в нем нет базы от слова совсем. И это просто отдельные блестки. Это Fenty Beauty. У меня мини-версия, и, в принципе, ее для жизни более чем достаточно. Этот хайлайтер именно отдельные блестки. Здесь нет никакой базы от слова совсем. Его можно использовать как легкий спаркл, либо как влажный эффект на глаза. Классно переливается, классно смотрится на лице, и очень крутой эффект. Говоря про аналоги, как я уже не раз говорила, 100% аналогов не существует. Есть продукты, которые схожи по эффекту, либо же которые могут выглядеть, то есть минус одинаково на глазах. Разница будет в помоле, разница может быть в оттенке. Но есть такой бренд Make Up by Mario, и это вообще-то Refill тени для глаз. Но это выглядит безумно похоже на Fenty Beauty. И выберите то, что подешевле. Хотя, на самом деле, ценник у обоих продуктов достаточно высокий. Но и тот, и тот продукт можно использовать одинаково. Они одинаково ощущаются, они одинаково смотрятся, что на глазах, что на лице. Я даже не могу сказать, кто из них мягче. Ладно, Fenty все-таки мягче, чем Make Up by Mario. Но, в принципе, эти два продукта взаимозаменяемы. И будет одинаковый эффект. Говоря про продукты подешевле, побюджетнее, можно, конечно, посмотреть какие-нибудь спарклы для глаз. Тоже будет плюс-минус схожий эффект. Еще есть интересный продукт, который я не так давно обнаружила. Это хайлайтер от бренда Influent Beauty. Я пока не делала обзор. Пока дозаказываю все, что мне нужно. Когда была в Минске, делала скотчи всех оттенков. Это схожий продукт, но не на 100% от слова прям совсем. Не на 100%. И плюс нету такого же оттенка. Здесь оттенок чуть более золотистый. Здесь чуть-чуть прорисовывается база, плюс и минимально, но она чуть более заметная. И не такие яркие, насыщенные блестки. Но многие считают, вернее называют, что это аналог. Это не 100% аналог, но это чем-то схожий продукт, только с базой. Такого же оттенка, то есть холодного блестка у них нет. У них есть цветные блестки и какие-то там синеватые что ли. Но вообще продукт прикольный. Будет скорее всего отдельный обзор, когда мне доотправят косметику. Теперь перейдем к двум хайлайтерам, которые я в принципе тоже выделила в прохладную группу. Потому что у них есть какая-то легкая сероватая база. Они оба пудровые. Они будут заметны на лице. База будет видна. Единственное, что оттенки будут просто не настолько холодными, как предыдущих вариантов. Первый вариант это Lilo. Но хочу сразу же предупредить, что продукт очень сильно подчеркивает текстуру. И он далеко не самый мягкий в вашей жизни. Хайлайтер достаточно яркий, насыщенный. Но вот прям не вверхоглазный уже. Очень сильно подчеркивает текстуру. И достаточно грубоватый помол. Второй вариант это Lame. И в этом случае я считаю, что Lame будет гораздо лучше. Lame гораздо мягче. И шикарно в принципе набирается. И шикарно смотрится на лице. Она не так сильно подчеркивает текстуру, как например Lilo. И смотрится как-то презентабельнее, что ли на лице. Но опять-таки оба хайлайтера достаточно такие прохладненькие. Lilo кажется не настолько холодным, например, как Lame. Но на моей коже он отдает немножко серым налетикам. Здесь есть немного персиковатого. Розовато-бежевого оттенка. То есть он будет в принципе уже смотреться неплохо на нейтральном потоне. Но вот Lame и именно этот оттенок у меня 01, если я не ошибаюсь. Да, у меня 401 оттенок. Вот он лучше всего будет смотреться на супер холодном потоне. Lilo может уже смотреться неплохо на нейтральном. Теперь перейдем к хайлайтерам оттенка шампанского. Я хочу предупредить, что будет много. Потому что это самый ходовой оттенок. Это оттенок, который в принципе подходит большинству. Но оттенок шампанского тоже бывает разный. Он порой может уходить чуть более в какой-то желтоватый и тепловатый оттенок. Может уходить в порой чуть более в какой-то прохладный оттенок. И тут уже нужно опять-таки подбирать под себя. Касаемо золотых оттенков, то там только теплый или же нейтральный потон на загар. На холодном это будет просто смотреться как желтое пятно. Здесь ситуация немного другая. Тут надо уже плюс-минус подбирать под себя. И немножечко обращать внимание на потом. Давайте начинать. И начинаю как обычно с белорусской косметики. Белор Дизайн Инкредибл Холливуд или же Смарт Гелл. Его так называют. Этот хайлайтер на данный момент является бестселлером бренда. Его обожают все визажисты. Его в принципе все обожают. За что? За шикарный мелкий помол. За то, что здесь нет вот этого вот легкого пудрового налета. Да, здесь есть база. Сразу предупреждаю. Она будет заметна, если вы очень и очень загоревшая дамочка. Но в большинстве случаев, ну так, по статистике, особенно зимой, этот хайлайтер будет вообще незаметен на лице. На данный момент существует три оттенка. Сейчас мы начнем с 01-го. Потом увидим 02-й и 03-й уже в рамках цветных хайлайтеров. Потому что они оба слегка розоватые. Сейчас давайте все-таки делать сводч. Мне очень нравится этот продукт. По-моему, просто великолепный. Хочу предупредить. Если вы любительница ярких хайлайтеров, то вам, скорее всего, не понравится. Потому что это легкое сияние. Вот прям от слова совсем легкое сияние. Я, кстати говоря, этот продукт иногда использовала как подсвечивающую пудру. И это работает, хочу вам сказать. Конечно, не плюрит поры. Но если вам нужен такой легкий какой-то подсвечивающий эффект. Да, это будет ярче, чем использовать Aure Glass. Да, это будет ярче, чем использовать, например, пудру от Chic. Но на самом деле все зависит от того, сколько вы нанесете. Но можно ее, вот этот, вернее, хайлайтер, использовать в качестве финишной пудры. И именно в качестве такого эффекта подсвечивания. Вообще хайлайтер очень и очень хороший. И не зря его любят. Бренд Catrice супер знаменитые цветочки. Это не цветочек, но это точно такая же формула. Это лимитка прошлого года на Новый год. Формула вот прям супер одна и та же. Это очень яркий, насыщенный хайлайтер. Вот прям хайлайтер, если вам нужно, чтобы вас было видно вот прям за километр. Если еще наносить влажным способом, то и подавно будет видно. Здесь есть легкий розовый такой оттенок. Но на самом деле не сказать, что очень сильно заметен на лице. Так как хайлайтер очень яркий, он конечно же будет больше подчеркивать текстуру, чем например Белор Дизайн. Также у Catrice есть лимит, ну не лимит, как у меня палетка хайлайтеров. И тут в принципе тоже есть такой оттенок шампанского. Оттенок золотистый и розовый оттенок. По мере того, как мы будем продвигаться по хайлайтерам, мы будем делать в очереди всех этих хайлайтеров. Формула очень схожа на формулу цветочка. И в принципе на лице они выглядят в принципе практически одинаково. Здесь уже не такой пудровый эффект, как например от Белор Дизайн, который у нас с вами был в палетке. И не такой пудровый эффект, как например у Vitex. Они гораздо мягче по помолу, они мельче по помолу. И гораздо симпатичнее смотрятся на лице. И так сильно подчеркивать текстуру не будут. Будут, если у вас вот прям совсем сильно расширенные поры. Просто потому что здесь слишком много световозвращающих частиц. Можно нанести легко. Еще раз повторю, всегда можно нанести легче. Ну либо же просто взять хайлайтер, который будет сам по себе не супер ярким. Revolution. Замечательный, чудесный бюджетный продукт. Вечная проблема с крышечками, со всеми продуктами. Говорят в принципе про все продукты, которые мы сегодня с вами видели. А сейчас эти бюджетные, там у всех проблемы с крышечкой. Поэтому ничего удивительного. Оттенок у меня Just My Type. И это правда очень клевый продукт. Он очень мягкий. Он супер мелкого помола. Он яркий. Но если сравнивать, например, его с Катрицей. Если честно, у меня стоит, у меня есть стойкое ощущение, что он чуть-чуть будет не такой яркий, как Катриц. Клиц, а на сводч, в общем-то, выглядит таким же ярким. Но при нанесении он выглядит чуть послабее. Если наносить на влажную кожу или же влажным методом, то, конечно, он будет таким же ярким. Суть в том, что Катриц, особенно вот цветочек, он какой-то чуть более кремовый. А Революшн чуть более, чуть более суховатый. Сравнив, например, с Катриц. Но опять-таки, я считаю, что это очень крутой хайлайтер за свои деньги. Революшн в оттенке 201, по которому все сходили и сходят с ума. Потому что многие его называют аналогом Анастасии Беверли-Хиллз, по которому тоже когда-то сходили все с ума. I'm ready. Очень крутая формула, супер мягкая, супер желешная. Конечно, если вы нанесете много, будет подчеркивать текстуру. Но здесь супер мягкий и классный помол. Очень крутой оттенок, очень крутой продукт. Аналоги. Аналог я нашла только один. Это корейская косметика бренд Клио. Это очень похожий по формуле продукт, по мягкости, по помолу. Прям безумно похожий. Что-то еще плюс-минус похожее можно найти у Кика. Например, вот этот вот хайлайтер, который мы с вами дальше посмотрим. Правда, очень клевый хайлайтер. Если думали, то не думайте, а берите. К сожалению, он практически везде в последнее время раскуплен. Его очень быстро расхватывают. Но это очень клевый хайлайтер и, правда, достоин вашего внимания. Крышечка будет держаться получше, например, о чем у Revolution. Исключительно за счет того, что здесь у нас с вами два болтика. Хотя у меня есть ощущение, что мне вот с этой стороны уже, в принципе, он треснул. Но, правда, держится получше, чем вот у Belor Design. Потому что вот здесь вот прям совсем с крышечкой беда. И вечно отваливается эти крышечки. Ну, давайте, в принципе, сейчас с вами клиута и посмотрим. Это корейский бренд. У них есть два оттенка. Один чуть более такой оттенок шампанского. Второй больше уходит в розовый... В розу. Да, именно в розу он уходит. Очень крутой продукт. По ощущениям, по помолу, это то же самое, что Revolution. Хотя это Корея. Но цена. Без скидок этот продукт стоит чуть ли не 20 долларов. В то время, как Revolution... Ой, какой Revolution? Потому что на Revlon можно найти дешевле. Оттенок абсолютно другой. Revlon будет чуть больше уходить в золото. Леву будет вот прям супер прохладное такое шампанское. И больше подойдет на прохладных девочек. Здесь, конечно, база есть. Но она не так заметна, как в пудровых продуктах. Говоря вот про помол и про вот кремовость продуктов. Это очень важно касаемо хайлайтеров. Чтобы тогда просто база не сильно заметна на лице. И продукт чуть больше стушевывается в кожу. И он не выглядит, как пятно на лице. Это очень важно учитывать. И это очень важно. Очень важно учитывать, что это очень важно. Ну, я думаю, вы меня поняли. Ай-яй-яй. Я забыла про две палетки от бренда Catrice. И давайте тоже сделаем сводчик. Это палетка Лимитска прошлого года, 21-го. И здесь тоже, в принципе, есть такой оттенок шампанского. Здесь очень прикольные хайлайтеры. Они очень похожи по формуле на хайлайтеры из тройки. Чем-то похожи. Либо же, знаете ли, как смесь цветочков и вот этих вот хайлайтеров. Они очень мягкие. Они яркие. Сразу предупреждаю. Они очень яркие. База будет тоже не такая вот прям, чтобы сильно заметна. Тоже хороший оттенок. В принципе, ходовой. Ну и палетка этого года, и я хочу сказать вам, что по качеству она гораздо круче, чем вот палетка предыдущего года. Здесь два оттенка, опять-таки. Один чуть более золотистый, второй чуть больше такой розовый уходит. Ладно, или давайте сделаем золотистый. Давайте золотистый делаем с золотистыми. Но я вас, надеюсь, заинтриговала, если вы еще не видели эту палетку. Правда, клевая палетка. И давайте переходить к бренду KIKO. Начнем мы с вами с хайлайтера, который вышел осенью 2021 года. У меня он в оттенке 02. Очень красивый продукт. И оттенок вроде как это шампань, но с содержанием какой-то розовинки. Из нюансов. Продукт безбожно замыливается. Прямо мягко говоря безбожно. Я думаю, в принципе, заметно и видно. Он набирается на кисть, но в то же время начинает замыливаться. Плюс он еще продавливается. В принципе, мне кажется, видно, что я его слегка продавила. Это полукремовый продукт. Хорошо переносится, великолепно стушевывается с кожей. Очень красивый оттенок и очень красивый продукт. Он по формуле отличается от следующих наших двух хайлайтеров. И давайте потихонечку к ним и переходить. Палетка, лимитка. Какая палетка? Хайлайтер, лимитка. Нового года, Рождества. У меня в оттенке 02, мне кажется. Нет, 01. Здесь тоже кремовая формула, но продукт меньше замыливается. Он вообще на самом-то деле не замыливается. Он кремовый, но не настолько кремовый, как предыдущая версия хайлайтера. За счет этого он хотя бы не замыливается. Тоже идеально стушевывается с кожей. И, в принципе, прекрасно выглядит на лице. Ничего особо не подчеркивает. Просто потому, что это не пудра. Это важно всегда учитывать. Не выбирайте пудру. Выбирайте что-то чуть более кремовое. Тогда это лучше будет смотреться на лице. Ну и лимитка весенняя. Палетка лица. Здесь два хайлайтера. Но мы сейчас делаем сводч одного. Потому что второй хайлайтер чуть более такой розовато-золотистый. Хотя, если честно, он чем-то похож на лимитку осени. Давайте, ладно, сделаем два сводчика. Хочу сразу предупредить, что вот этот хайлайтер по формуле отличается от второго. И этот какой-то чуть более грубоватый, по-моему. И вот сравнивая с предыдущими версиями, вот эти двумя, он будет грубее гораздо. Но, тем не менее, тоже я не увидела с ним никаких проблем. Хорошо втушевывается в кожу. Не сидит на лице отдельным пятном. И того самого пятна, в принципе, на лице нет. Тоже хороший продукт. Давайте сразу же сделаем уже второй сводч. Вернее, второго оттенка. Ну так сейчас. Правда, очень сильно похоже. Но формулы разные. Но похожие оттенки между собой. Правда, чем-то похожи. Но форма абсолютно разная. Поэтому будут вести себя по-разному. Кика, вернее, хайлайтер Кика, это просто бомба. Они очень крутые по качеству. И никогда к ним нету никаких претензий. Хайлайтер от бренда Douglas. Оттенки 01. Очень красиво, в принципе, выглядит сам по себе в упаковке. Хорошо смотрится на лице. Мелкий помол хорошо втушевывается в коже. Не сидит пятном. Тоже хороший продукт. И, в принципе, оттенок сам по себе достойный. Тоже такой будет чуть более прохладный оттенок шампанского водки. С чем-то вот здесь он будет схож. Как бы это вам показать. Вот. Два оттенка между собой перекликаются. Это у нас с вами был Клио. Хочу напомнить, что чем-то они будут с кожи. Понемногу двигаемся к продуктам подороже. И давайте перейдем теперь к бренду Nabla. У меня хайлайтер в оттенке Ozone, если я не ошибаюсь. Там есть несколько оттенков. У них очень хорошие скульпторы. И у них очень классные румяны. Хочу, вернее, советую обратить, в принципе, внимание на этот бренд. Классный мелкий помол. Не сухой продукт. Тоже не заметен на лице. И это, опять-таки, будет прохладный вариант шампани. И даже, в принципе, видите, что по оттенку они чем-то даже схожи у нас с вами. Хороший продукт. И упаковка, в принципе, неплохая. Вроде как ничего не отвалится. Во всем случае пока что. Хайлайтер от MAC, по которому многие сходят с ума, в оттенке Soft and Gentle. Если честно, я особого восторга не понимаю. На мой взгляд, это немножко устаревшая формула. Она чуть будет суховата. Сравнивая, например, с тем же Nabla, с Kiko. Этот продукт будет чуть более суховатый. Из нюансов и из прикольных вещей. В принципе, здесь есть такие легкие, какие-то отдельные вкрапления из блесток. Хорошо смотрится на лице. И, в принципе, какую-то особую текстуру не подчеркивает. И без проблем, в принципе, набирается на кисть. Из нюансов. Когда вы набираете этот продукт, просто куча пыли летит непонятно куда. С одной стороны, эта куча пыли это просто отдельные блестки. Но, с другой стороны, все просто замызганно. В отличие, например, от, не знаю, от Nabla, который набирается и никуда не пыли, то MAC, на мой взгляд, немножко... Ну, формула немножко устаревшая, говоря откровенно. Хайлайтер сам по себе неплохой. Ну, правда. Но, мне кажется, немножечко они отстали. Хайлайтер-рассыпушка от Bare Minerals. Опять, проблема такая же, как и в румянах, как и в бронзуре. Это рассыпушка. К большому сожалению, очень легко перестараться и переборщить. То есть, оттенок сам по себе очень-очень здоровский. Но, единственное, что он вроде шампань, но уже начинает уходить куда-то в золото. То есть, это уже не совсем чистая шампань. Тоже прекрасно переносится. Прекрасно, как говорится, тушуется, втушевывается в кожу, вливается. Все-таки надо было его переносить в золото. Слишком желто. Но, правда, у них очень крутые продукты для лица. И, по-моему, они бестальковые. Нужно перепроверить, но мне почему-то кажется, что бестальковые они. Дозаторы отвратительные. Из-за этого слишком много продуктов переносятся. Хайлайтер от госпожи Шарлота. Тут и любовь, и ненависть многих. Правда в том, что вот именно вот этот хайлайтер из двушки. Скульптор многие любят, хайлайтер многие ненавидят. Потому что этот хайлайтер практически не заметен на коже. Если честно, он чем-то будет напоминать Белор Дизайн. Просто потому, что он вроде есть, но его как бы нет. Базы, как таковой-то я не заметила. Но и особого подсвечивающего эффекта, в принципе, тоже не то, чтобы очень сильно можно наблюдать. Ради хайлайтера я бы точно не брала эту палетку. Я бы брала ее исключительно ради скульптора. Но, если вы все-таки взяли эту палетку, и этот хайлайтер у вас просиживает, вы им не пользуетесь, тогда советую сделать следующее. Нанесите этот хайлайтер, как первый вариант хайлайтера, потом на достаточно крупный такой большой участок. И потом возьмите яркий, насыщенный хайлайтер и подсветите конкретное место. Тогда это будет смотреться супер естественно. И вы сделаете блик за счет яркого хайлайтера. Но при этом в кожу вы идеально втушевываете светлый хайлайтер. Это такой маленький лайфхак. И вот это очень красиво смотрится на лице. Далее палетка для лица и глаз. Здесь тоже есть один маленький хайлайтер. Такая же ситуация, как и с палеткой для контуринга. Он еле заметен. Он очень мелкий по помолу. То есть тут претензий нет. Но проблема в том, что он будет еле заметен. Но в принципе он окей. Окей. Претензий особых, как говорится, нет. Самый крутой хайлайтер, на мой взгляд, находится вот в Ентой прекрасной палетке. Здесь два на самом деле хайлайтера. Можно вот этот оттенок использовать на самом деле как румяна. Я пыталась их использовать в качестве румяна. Но по факту это по формуле хайлайтер. Ну и самый красивый оттеночек. Здесь формула полукремовая. Идеальная тушевка вам обеспечена. И идеальная тушевка в кожу. Мелкий, супер мелкий помол. Никаких претензий, никаких проблем с этим оттенком у вас не будет. У меня уже руки заканчиваются. Очень красивый продукт. Очень красиво сияет. Очень красиво переливается. Чем-то по формуле будет напоминать вот это все счастье. То есть это крем. И это крем с мелкой дисперсией. Крем с мелким помолом, который идеально смотрится на лице. По формуле они будут чем-то схожи. По оттенку, конечно, не совсем. Что-то ближайшее к Шарлотте. Что будет ближайшее к Шарлотте? Кико, скорее всего, будет ближайшее к Шарлотте. Потому что чуть все-таки желтоватый оттенок. Ну и закончим все это наше с вами счастье. Бренд Аурглаз. Это лимитированная коллекция 21-го, 20-го все-таки года рождественской. И здесь есть хайлайтеры симпатичные. Именно оттенка шампанского, притом прохладного. Оттенка шампанского очень красивый продукт. Красивый смотрится на лице. Это яркий, насыщенный оттенок. И немножечко прохладный. Насыщенный такой оттенок. Он не будет супер кремом. Сразу же предупредаю, что он будет скорее таким... Больше напоминать революшн будет. Чем, например, Кико. Или же, чем, например, Ревон. Ну, давайте посмотрим на наше с вами шампанское безумие. Конечно, кое-что вообще-то не должно быть здесь. Ну, да ладно, все равно посмотрим. Есть, правда, чем-то схожие оттенки. Вы можете найти что-то похожее, так сказать. Но помните о том, что формула будет выглядеть по-разному на разных людях. Но хотя бы вы можете посмотреть оттенок и выбрать что-то по себе. Если вы очень холодненькая, то вы выбираете оттенок шампанского на прохладной базе. Такие есть. И хороший, ярко выраженный пример это Клива. Это оттенок шампанского на светлой базе и хорошо будет смотреться на белоснежках. Если вы чуть более тепленькая, вы берете уже шампань с золотом, с примесью золота, либо с примесью какой-то рыженьки. То есть, например, Революшн. Или же, например, Катрис. Либо же Soft and Gentle. Главное, не выбирайте уже под себя какие-то оттенки шампанского на холодной базе. Потому что тогда они, даже несмотря на то, что базы может не быть, они все равно могут быть чуть более заметны при наслоении. На самом деле, я думала еще что-нибудь добавить. Какие-нибудь дополнительные оттенки хайлайтеров. Но я уже прекрасно вижу, что видео уже получилось достаточно длинное. Поэтому напишите, пожалуйста, только в комментариях, какие хайлайтеры вы пробовали. И что бы вы хотели попробовать. Также надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. И пока-пока.